Ой, вы знаете, у меня такая трудная работа, но такая трудная, я в ЗАГСе работаю. Иной жених перед свадьбой говорит как поэт. Говорит, ой, у моей невесты глазки-вишенки, фигурка-яблонька, щечки-персик. Это любовь. А это не любовь, это авитаминоз. Потому что через какое-то время он начинает понимать, почему медовый месяц называется медовым. Потому что влип. Я вот вчера аж три пары развела, три. Вначале на развод подавала женщина. Вся в растрепанных чувствах, жаловалась. Говорит, ой, вы представляете, у меня муж такой грубый, ну такой грубый. Считает, что жену надо выбирать как автомобиль, чтобы была красивая, экономная и побольше лошадиных сил. Вот такой грубый, понимаешь? Недавно я у подруги в гостях задержалась, так он у ребеночку колыбельную пел. Баю, баюшки, баю, где же носит мать твою. А тут недавно я пришла из салона красоты и говорю ему, ты знаешь, сегодня в салоне красоты за массаж лица с меня что-то много денег взяли. А он мне говорит, ну у тебя и табло не маленькое. Другая дамочка разводилась из-за мужа алкаша, жаловалась. Вы представляете, ну когда ты же был уважаемым директором, ну это ж надо было умудриться пропить ликер в водочный завод. А недавно пришел домой вообще никакой, лыка не вяжет. Чтобы я не догадалась, открыл свой ноутбук и целый час сидел над ним с умным видом, пока я не подошла и не закрыл чемодан. Некоторые женщины уже не ждут принца на белом коне, некоторые одному коню рады. Потому что для некоторых женщин мужчина как мышка. Сейчас поясню свою мысль. Вот отдельно смотришь, да, хорошенький, в доме заведется, начинаешь травить. Был у меня вчера один такой затравленный, прибежал. Говорит, ой, женился по глупости, развожусь по уму. Жена бывшая фехтовальщица, все время меня вилкой тычет. А с этой своей косметикой, говорит, ну вся изрисовалась, вся. Ну зачем, спрашивается, женщине подрисовывать брови? Я говорю, господи, ну что вы так нервничаете? Ну бывают от природы, небольшие, можно немножко подрисовывать. Он говорит, мало ли что у меня небольшое, я же не подрисовываю. И все-таки одну пару удалось спасти. Хотя поначалу супруга рассказывала, что она известная писательница. Влюбила его в себя своей интересной книгой. И жаловалась, что после первой брачной ночи муж в своем дневнике записал книга лучше. А потом она говорит, представляете, я смотрю, он таблетку Виагру делит на четыре части. Я, говорит, его спрашиваю, а что ты ее делишь на четыре части? Ее же надо целиком. Он говорит, а мне только тебя поцеловать. А она говорит, я его спрашиваю, а как же супружеский долг? Он говорит, долги ночи не отдают. Плохая примета. И к тому же она говорит, он такой грубый, я его спрашиваю, а где мы проведем медовый месяц? Во Франции или в Испании? Он говорит, а про огород не слыхала? Я говорю, ой, вы знаете, здесь надо быть осторожнее. С женихами сейчас сложно, ой, как сложно. Я сама недавно отдыхала в санатории и зашла там на дискотеку. Так знаете, как ведущий там объявил дамский танец? Дамы, приглашаю то, что есть. Ой, много разводов из-за измен. Кстати, вот в Индии, например, вопрос с неверностью решен кардинально. Значит, невесте при замужестве на лбу ставят большую красную точку. А жениху дарить снайперскую винтовку. Во Франции невесты для своих женихов готовят деликатесы из лягушек. Но мы-то россияне, мы лягушек-то не едим, мы по преданию на них женимся. Нам надо быть поближе к народной мудрости. Вот я слышала, как одна бабулька свою внучку уговаривала. Она говорит, внученька, такого надо жениха тебе найти. Такого подыскать зайку, чтобы у него и с капустой был хорошо, и с морковкой. Конечно, немногие кавалеры трепетно относятся к своим избранницам. Я одному кавалеру говорю, что же вы идете на свидание, да без цветов. А он мне говорит, а у меня трусы в ромашку. Психологи считают, что главное, чтобы муж и жена психологически подходили друг к другу. Ну, чтобы они как бы совпадали с своими тараканами. Вот у меня знакомые есть пенякины, счастливы, совпадают. Она вся такая сложная, слышит, как дышат помидоры. Он по ночам с фикусами разговаривает. Он ей стихи читает. Поздняя осень, Грачи улетели. Она спрашивает, почему улетели? Он говорит, потому что клевать нечего. Подходят друг к другу, как гондурас и гвоты лупа. Она из Иваново, из города невест. А он из города женихов, из Магадана. У них и психология общая. Он как бы философствует вслух. Не люблю идиотов. Она говорит, а зря. Себя любить надо. Так что вы, если психологически подходите друг к другу, вам надо срочно жениться. Аплодисменты. 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 Аплодисменты.